МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Радость, когда солнце встает, радость, когда дождик идет, Радость, когда сердце стучит, когда в сердце любовь, когда в сердце любовь Иисусу дарит. Радость – это Божий ответ, Плохо, когда радости нет. Сердце Иисусу меня, Иисус – моя жизнь, Иисус – моя жизнь, И Он – радость моя. Радость, когда мир надо мной, Но вдруг стану скорби стеной. Дай мне в сердце мир сохранить, Несмотря ни на что, Всегда радость дарить. Радость – это Божий ответ, Плохо, когда радости нет. Сердце Иисусу меня, Иисус – моя жизнь, Иисус – моя жизнь, И Он – радость моя. Радость, что когда-то давно Было нам спасенье дано. Знаем, что теперь небеса, После долгих дорог, После долгих тревог Будем петь в небеса. Радость – это Божий ответ, Плохо, когда радости нет. Сердце Иисусу меня, Иисус – моя жизнь, И Иисус – моя жизнь, И Он – радость моя. Иисус — моя жизнь, Иисус — моя жизнь, и Он — радость моя. Бобу нравилось делать людей счастливыми. Если люди не были счастливы, не чувствовал себя счастливым и сам Боб. Поэтому каждый день он начинал с мысли о том, чтобы приносить окружающим радость. Нелегкая задача. К тому же, что одних радует, то других злит. Боб жил в такой стране, где все носят пиджаки и никогда не снимают. Боб никогда не задавался вопросом, почему так. Он только спрашивал, какой, какой пиджак должен носить я. Маме нравился синий цвет, поэтому, чтобы угодить ей, он носил синий пиджак. Когда она видела его, то обычно говорила, «Ах, Боб, как я люблю, когда ты в синем!» А поскольку свой дом он надолго не оставлял, он все время был счастлив. Но вот парень вырос и пошел на работу. В первый день службы он встал пораньше, надел свой лучший синий пиджак и вышел на улицу. Однако люди в уличной толпе совсем не любили синий цвет. Им нравилось все зеленое. И все до одного они носили зеленое. Прохожие смотрели на синий пиджак Боба и морщились. Фу! Встретившись с такой реакцией, Боб тут же забежал в магазин и купил себе зеленый пиджак. Он надел его и тут же вышел на улицу. «Ах!» – произносили прохожие, как только он проходил мимо. Придя на работу, Боб зашел в кабинет к начальнику прямо в своем зеленом пиджаке. «Фу!» – протянул босс, встал, подошел к гардеробу и вытащил оттуда желтый пиджак. «Нам здесь нравятся желтые!» – заявил он. Боб тут же сбегал в магазин, купил желтый пиджак и надел его поверх зеленого, который был надет поверх синего. Когда нужно было идти домой, Боб переоделся и надел зеленый пиджак поверх желтого и синего. Так он шел по улице. Перед самым домом он снова переоделся и зашел внутрь в синем пиджаке. Боб, конечно, понял, что жизнь с тремя разными пиджаками довольно трудна. Движения были неловкими и все время было жарко. Слушатели, как часто наша жизнь так же похожа на жизнь Боба. Нас все время окружают люди с разными взглядами и ценностями. Толпа требует, чтобы мы подстраивались под нее, внушая нам, что счастливыми мы сможем быть только в том случае, если поддадимся ее влиянию. И мы изо всех сил, из года в год, вопреки своим личным желаниям и стремлениям, стараемся угодить кричащей толпе. К сожалению, часто этот голос становится решающим для нас. К чему же это приводит? Давайте посмотрим на одну ситуацию, описанную в Библии. Каждый из нас знает историю суда над Иисусом Христом. Когда иудеи взяли и привели Иисуса к Пилату, то во власти последнего было предать Иисуса на казнь или нет. Пилат вник в ситуацию и не хотел подписывать ему приговор. Совесть Пилата говорила, что Иисус невиновен. Он понимал, что согрешит, если отдаст Иисуса на казнь. Бог говорил ему и через жену, не делай ничего праведнику тому. Пилат даже хотел отпустить Иисуса, воспользовавшись тем, что приближалась Пасха, и по обычаю можно было кого-то освободить. Но толпа кричала, распни его. Они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. Эти события описывает Лука в 23 главе. Пилат не смог устоять, не смог пойти против народа. Он поступил не по своей совести, не так, как хотел поступить, а так, как кричала толпа. И это очень печально, это страшно, когда решающим оказывается не голос Бога, а крик окружающих. Точно такая же борьба постоянно происходит в нашей жизни. С одной стороны — толпа, с другой — Бог. Что же предлагает нам каждая из сторон, и к чему приводит наш выбор? Поговорим об этом после песни. Я имею свободную волю, жить без Бога я мог досидим. Бог я с радостью взломили волю, оставаться один на один. Воля моя. В нашем выборе мудрость творенья, и дорога в небесный дом. Наша смерть или наше спасенье, густота или радость во всем воля моя. Субтитры создавал DimaTorzok Ни к чему не минутная радость, разрушающий душу. И плоская греховная сладость, и случайный минутный успех. Воля моя. В нашем выборе мудрость творенья, и дорога в небесный дом. Наша смерть или наше спасенье, густота или радость во всем воля моя. Дал бы мне выбор быть с тобой или без тебя, где бы я ни был. Дал бы мне выбор быть с тобой или без тебя, где бы я ни был. Ты не оставь меня, ты не оставь меня. К небу взоры подними и спасителю скажи, Господи, ты сам меня веди. Господи, ты сам, Господи, ты сам меня веди. Напомню, друзья, что тема нашей передачи сегодня — «За толпой или за Христом». Толпа окружала Иисуса все время Его земного служения, следуя за Ним по пятам. Она повсюду узнавала Его, дивилась Его чудесам, ликовала, ожидала, выстилала Ему дорогу своими одеждами, бежала за Ним следом на перегонки. Она кричала и теснила Его. Она не верила и гнала Его прочь. Она кричала «Ассанна!», а потом «Распни!». Несмотря на то, что Иисуса постоянно окружало множество народа, который с открытым ртом наблюдал за происходящим, этот народ оставался инертным к Его словам. Иисуса поражало, что толпа зевак ходили за Ним либо в ожидании очередного зрелища, либо сами не зная, чего они хотят. Библия говорит, что они были измучены и беспомощны, как овцы, не имеющие пастыря. Поэтому Иисус, видя эти толпы народа, сжалился над ними и продолжал учить их, хотя они все же не понимали Его. И все же это хаотичное народное месиво, как яркие огоньки озаряют личности, о которых всегда интересно и отрадно читать в Библии. Даже Иисусу они были интересны и приносили радость. Что же в них особенного? Это были Его любимчики? Нет. Их Он видел первый раз в жизни. Они были великими людьми? Нет. Ни один из них не был достоин и взгляда Иисуса. Они были какими-то особенно одаренными и схватывали все на лету, понимающие, кивая на каждое Его слово? Нет. Вряд ли они были смекалистей остальных в толпе. Что же заставляло Иисуса останавливаться и удивленно обращать на них внимание? Что поражало Его больше всего? Вокруг Иисуса снова толпа. К нему подходит прокаженный и, немало не сомневаясь, заявляет «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он не раздумывал, сможет ли Иисус исцелить его, хватит ли ему опыта, Господь ли он на самом деле, или так просто люди говорят, не побрезгует ли тот его недугом. Прокаженный верил на сто процентов, что может быть исцелен, только бы Иисус захотел уделить ему время. И Бог сказал «Хочу, очистись». Когда Иисус вошел в Капернаум, к нему подошел сотник, любимый слуга которого был болен и сильно мучился на смертном одре. Сотник умолял Иисуса помочь. Иисус ответил ему «Я приду и исцелю его». Но сотник воскликнул «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Иисус был поражен. Он сказал «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Иисус переправился в лодке на другой берег, и снова возле него множество народа. Но сквозь толпу пробирается начальник синагоги Иаир и падает к его ногам. Его дочь при смерти, и он, стеная от горя, умоляет Иисуса только лишь прийти и возложить на нее руки, и она тут же будет исцелена. Иисус принимает приглашение и отправляется в путь. Толпа тоже последовала за ним. Собравшийся народ пихал и теснил его со всех сторон, не давая проходу. Но вот Иисус останавливается и оборачивается, говоря, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики в недоумении смотрят на него. «Учитель, ты какой-то странный, здесь такая давка, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся к тебе». Нет, это прикосновение было совсем не похоже на все остальные, ведь в этот момент Иисус почувствовал, что сила вышла из него. Он в удивлении обернулся, ища того, кому она понадобилась. И вот женщина в страхе и в трепете подошла, пала перед ним на колени и во всем созналась. Двенадцать лет она была больна кровотечением. Многие врачи брались лечить ее, давая ей надежду, но только попусту тратили ее деньги. Но вот она узнала об Иисусе и поверила в Нему, сама себе говоря, «Если только к одежде Его прикоснусь, то сразу же исцелюсь». Она подошла к Иисусу, дотронулась до края Его одежды и сразу же почувствовала, как кровотечение в ней прекратилось. Иисус был изумлен такой верой. Он сказал, «Дочь моя, твоя вера спасла тебя. Иди с миром, ты больше не будешь страдать от своей болезни. Евангелие от Марка, 5 глава, 34 стих. Больше всего Иисуса радовала вера людей, и больше всего Его огорчало их неверие. Среди тусклого неверия и равнодушия толпы чистая, безусловная и светлая вера резала Ему глаза, но ее блеск был для Него дороже гор бриллиантов. Подобно как и в этой ситуации с больной женщиной, Иисус ищет тех, которые прикоснутся к Нему. Он ищет тех, которые в Нем нуждаются. В толпе все теснились и прикасались к Нему, не осознавая, кто Он такой. Но только одна поняла всю глубину Его божественной, святой и всемогущей природы. Как много людей в мире, которые считают себя христианами, частью тела Христа. Они даже ходят в церковь, но их сердца далеки от Иисуса. Они будто бы теснятся возле Него, но совсем немногие прикасаются к Нему, совсем немногие в Нем нуждаются. Пока Христос шел к дому начальника синагоги, навстречу выбегает слуга и извещает, что девочка умерла. «Ничего себе!» — сказал бы себе Любовь в толпе, и Иисус чуть-чуть не рассчитал время. Народ толпится, наблюдая, что будет делать Целитель. Что же говорит Иисус Отцу? «Не бойся, только веруй!» Господь хочет, чтобы мы не слушали голос толпы, но только Его голос, каким бы безрассудным Он не казался в данную минуту. Вокруг ложа умершей девочки снова толпа. Они громко плачут и причитают. Иисус утешает и их. К чему смятение и плач? Девочка не умерла, она спит. Но они отвечают на Его слова насмешкой. Хотят ли они в этот момент увидеть чудо? Вряд ли они сами знают, чего хотят. Поэтому Иисус просит всех удалиться, оставив только доверяющих Ему родителей девочки и троих учеников. Им он и явил чудо воскресения из мертвых. Субтитры создавал DimaTorzok Сердце, 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 сердце вас споёт, К моему отцу ведён во мне живёт. Сердце, 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 радостью полно, Ведь оно теперь от Бога рождено. Раньше жил в беде с Богом во вражде, А теперь иной мир передо мной. В жизнь мою пришла благодать небес, Теперь Бог мой отец. Сердце, 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 раскрываю я, Чтоб наполнила его любовь твоя. В сердце, 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 В сердце мир пришёл, потому что мой отец меня нашёл. Раньше жил в беде с Богом во вражде, А теперь иной мир передо мной. В жизнь мою пришла благодать небес, Теперь Бог мой отец. Теперь Бог мой отец. Раньше жил в беде с Богом во вражде, А теперь иной мир передо мной. А теперь иной мир передо мной. В жизнь мою пришла благодать небес, Теперь Бог мой отец. Теперь Бог мой отец. Теперь Бог мой отец. Теперь Бог мой отец. Толпа не желает верить, пока не увидит очередное чудо. Ей нужны зрелища и доказательства. Но сколько же дороже Иисусу человек, Ослабленный и разбитый в своём горе, И не видящий никакой отрады, но верящий, Всё равно прибегающий к Иисусу, Хватающийся за край Его одежд, Кричащий из последних сил о помощи. Интересно, что эти люди веры Прекрасно осознавали, кто такой Иисус, Какова Его сила и зачем Он пришёл. Даже ученики порой этого не осознавали. И это те, которые были с Ним всегда И целыми днями слушали, что говорил о себе Иисус. Увидев чудо, как Иисус накормил Тысячи людей несколькими хлебами и рыбками, Они через некоторое время, Забыв взять с собой в лодку достаточно хлеба, Паникуют, что им нечего будет есть. Библия говорит, что они невразумели с чудесами. Их сердце оставалось по-прежнему каменным. Видя их постоянное колебание в вере, Господь сказал им, пытаясь чётко очертить ситуацию, В которой они находятся. «Кто хочет идти за Мною, Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной» Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Вот так всё просто, без каких-либо компромиссов. Он дал им понять, что христианство, В которое они пытаются играть, Это не игра, в которую можно входить и выходить. Это решение и выбор на всю жизнь, А не временное хобби. Иисус сказал, следуй за Мной. «Встречный ветер может менять направление, У тебя могут быть неудобные попутчики, Но ты следуй за Мной. Иначе, кто постыдится Меня и Моих слов, Вроде сём прелюбодейном и грешном, Того постыдится и Сын Человеческий, Когда придёт в славе Отца Своего со святыми ангелами». Однажды прибыв в Листру для благовестия, Павел увидел одного хромого, который внимательно его слушал с верой. Павел исцелил его на глазах у местных жителей, И те, будучи язычниками, в восторге начали кричать. «Боги в образе человеческом сошли к нам!» Книга «Деяния апостолов», 14 глава, 11 стих. Они назвали Варнаву Зевсом, а Павла — Гермесом. А жрец Зевса хотел вместе с народом принести им жертвоприношение. Благовестники едва убедили не приносить им жертвы, Рассказывая им о едином живом Боге, сотворившем небо и землю. В то же время в город пришли некоторые иудеи И начали убеждать эту же самую толпу, Которая ещё недавно поклонялась Павлу и Варнаве, что те лгуны. Эти иудеи переубедили народ отстать от них, А также пострекали толпу побить благовестников камнями, Что та и сделала, забив Павла до полусмерти. Одна и та же толпа сегодня возносит на пьедестал, А завтра обрекает на смерть. Сегодня, увидев чудо, завтра она забудет о нём, Как ни в чём не бывало. Да, толпа не научит нас ничему хорошему, И равняться на неё не стоит. Апостол Иоанн предупреждает нас, Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Это 2 глава, 15 стих. Но это не значит, что мы должны вовсе отделиться от толпы. Иоанн в следующем же стихе объясняет, От чего именно, что предлагает нам мир, мы должны отказаться. Ибо всё, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, Не есть от Отца, но от мира сего. От самих же людей мы не должны удаляться. Мы не должны избегать любого соприкосновения с толпой. Вряд ли это то, чего хочет от нас Иисус. Многие блестящие герои веры ходили за Иисусом в составе всё той же толпы. Возможно, внешне они даже были неотличимы от неё. Но они были иными в своём сердце. Они любили Иисуса и верили в Его силу. Они шли за Ним, а не за толпой. В толпе, но не за толпой, за Ним. Их свет сияет нам со страниц Библии вот уже две тысячи лет. Христиане не призваны жить изолированной общиной, чуждой всяких искушений и проблем. Нам бы хотелось, конечно, чтобы вокруг нас всегда жили богобоязненные люди с чистыми мыслями, идеальным терпением, чтобы наши дети ходили в христианские садики и школы, словом, чтобы во всём царила любовь и взаимопонимание. Но почему-то наши соседи — алкоголики. На работе коллеги съедают нас в схватке за место под солнцем. Наших детей в садике их же одногодки учат глупостям. Вокруг нас всегда будут толпиться люди, в сердце которых тьма. Но это не обязательно проклятие или проблема, от которой нужно избавляться. Чаще всего толпа — это наша миссия. Мы должны помнить, чем гуще окружающая нас тьма, тем ярче сияет наш свет. И поэтому, даже находясь в толпе, мы должны смотреть на Христа. Если каждый день мы идём ко Христу и фокусируемся на Нём, нас не смогут сбить с пути, но мы сможем взять с собой попутчиков. Когда Иисус выходил из Ерехона, за Ним последовали ученики и огромная толпа. Вдруг он услышал, как кто-то громко кричал, «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» Это был слепой Вартимей, который сидел у дороги, прося милостыни. Он услышал от толпы, что Иисус из Назарета проходил мимо, и понял — вот его шанс, вот его освобождение. И он начал кричать и звать Иисуса на помощь, так что даже толпа не могла заставить его замолчать. И Иисус услышал и обратился к нему, «Чего ты хочешь от меня?» Тот ответил, «Учитель, я хочу видеть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, 10 глава, 51 стих. Друзья, думаю, каждый бы хотел узнать в этом слепом себя, но не может. Как часто, когда у нас были проблемы, депрессии, большие разочарования, мы только было вспоминали о Боге, только было протягивали к Нему свои усталые руки, готовясь вмолить о помощи, но толпа затыкала нам рот. «Тише! Зачем утруждать Бога своими проблемами?» Толпа велит молчать, не высовываться и сидеть себе тихонько, пока проблема окончательно не уничтожит нас. И сколько из нас затихало, смиряясь со своей участью? Сколько из нас выбирали толпу? Но скольким из нас хватало веры и мужества закричать к Богу, не обращая внимания на толпу, на то, что о нас подумают? Сколько из нас понимали, что есть только один путь спасения? Слепой Вартимей пренебрег толпой в тот момент, когда она затыкала ему рот, хотя от нее, в принципе, всегда зависела его жизнь, ведь он жил на милостыне. Но он, будучи слеп физически, видел Иисуса и верил в него. Вартимей знал, кто такой Иисус, и поэтому ждал его у дороги. Евангелие говорит нам, что он тот час прозрел и пошел за Иисусом. Он выбрал Христа и получил новую жизнь. Многие из нас не до конца понимают, зачем Иисус приходил на землю. Разве Он приходил, чтобы показать людям фокусы, удивить премудростью, влистать божественной красотой? Нет. Иисус сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Он носил одежду плотника, общался с больными и грешными. У него не было дома. Над ним издевались и плевали ему в лицо. Он умер некрасиво, истекая кровью. Он пришел и умер лично за тебя, чтобы дать тебе свободу. Если толпа ищет зрелищ, а ты ищешь освобождение, за кем ты пойдешь? За толпой или за Христом? Выбор за тобой, слушатель. С одной стороны толпа — насмешливая, язвительная, требовательная. С другой — плотник, с опухшими губами, с мешками под глазами, со странными возвышенными обещаниями. Одни обещают свое принятие, другой — крест. Одни предлагают красивую жизнь, другой — жизнь по вере. Толпа кричит «Иди за нами и будь как все». Иисус призывает «Следуй за мной и отличайся». Они обещают удовольствие, Бог обещает спасение, сладкие вина или кровь сына. Бог смотрит на тебя и ждет, каким будет твой выбор. Гаснет над землей вечерняя заря, Солнце правды тает на закате, Клонится ко сну усталая земля. Наступает вечер благодати, Одинокий друг, с кем ты в путь пойдешь? Ты один, как пилигрим в пустыне. Неужели в путь без Христа пойдешь, Не увидев друга в Божьем сыне? Ты не спешишь, время не ждет. Ты не спешишь, время уйдет. Старость придет, вечность придет. Подожди и немножко подумай, Что изберешь, друг, что изберешь. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь, Которая находится по адресу Карер Санте Усеби 54, Метро 3-я линия, остановка Фонтанна, Или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова